Братья и сестры, сегодня я хочу поделиться с вами своими размышлениями на тему, что значит быть настоящим членом Церкви. Почему я решил сегодня на эту тему говорить? Во многом меня на это сподвигла, скажем так, та ситуация, те переживания, которые были в прошлом году в нашей Церкви. И сам я лично для себя, наверное, глубже понял, что такое Церковь, я глубже понял, кто я и что я должен делать в Церкви. Я думаю, что не ошибусь, что именно в наше время для нас, для современных верующих, это очень актуальный вопрос, очень важный вопрос, особенно в сфере нашей практической христианской жизни. Сегодня такое понятие, как посвященность, это довольно большая редкость. И печально констатировать тот факт, что сегодня для христиан нет ничего необычного в том, чтобы переходить из одной Церкви в другую, избегая духовного попечения со стороны пасторов и не посвящать себя полезному слушанию в конкретной поместной Церкви. Сегодня просветает, как сказал один наш брат из нашей Церкви, церковный туризм. Такое отношение является следствием неверного понимания ответственности верующего перед Церковью. Писание учит нас, что собрание верующих, именуемых также Церковью, является телом Христова. Например, 1 Коринфянам 12.27 «И вы – тело Христово, а порознь – члены». Римлянам 12.5 «Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь – один для другого члены». Церковь также является Божьей семьей. Например, 1 Иоанна 3.2 «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». В Новом Завете по отношению к уверовавшим в Иисуса Христа очень часто применяется вот это обращение, как к братьям и сестрам. Потому что Бог через жертву Иисуса Христа усыновляет и удочеряет кающихся грешников в свою божественную семью. Более того, Бог подчеркивает, что членство человека в этой семье стоит даже выше членства, чем его членство в земной семье. Процитирую слова самого Христа, Матфея 10, 34 стиха. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел принести я, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашней его. Кто любит отца и мать более нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня». Церковь – это не просто собрание каких-то людей. Пети, Тани, Вани, из которых одни нам симпатичны, другие – нет. Одних мы уважаем, а других, по сути, презираем. За каждым членом церкви стоит лично Христос. «И все, что мы делаем персонально каждому члену церкви, или всему собранию членов церкви, то мы делаем и лично Христу». Процитирую его слова. Матфея 25, 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет Он на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастор отделяет овец от козлов». И дальше с 40 стиха. «И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Эта истина звучит и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Более того, Господь предупреждает каждого о ответственности за деструктивное духовное влияние на других людей в церкви. Луки 17, 1 сказал также Иисус ученикам, «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою». Наблюдать прежде всего каждый должен за собою, а не за другими. Иначе Господь обродится к нам с такими словами. Матфея 7, 3. «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Каждый член церкви призван к позитивному созиданию тела Христова, посредством своего активного участия в жизни поместной церкви и его благотворном взаимодействии с остальными членами церкви благодаря своему личному постоянному духовному росту. Ефесянам 4, 16, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Духовный рост – это процесс активного ученичества в сфере библейских истин и дальнейшее воплощение этих духовных познаний в своей практической христианской жизни. Согласно учению Нового Завета, в центре и в основе всякого духовного роста лежит истинная любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. 1 Коринфянам, 13 глава, 4 стих. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истиной. Все покрывает всему, верит всему, надеется, все переносит». Как уже было сказано выше, Бог церковь называет своей семьей. И все люди, тем более взрослые, имеют понимание, что семью созидает, а что ее разрушает. Конечно, кто-то это понимает чуть глубже, кто-то чуть мельче, но останавливаться в этом процессе никому нельзя, иначе произойдет то, что сказано в 1 Коринфянам, 10-12. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Между Божьей семьей и человеческой семьей можно найти очень много аналогий, параллелей. Поэтому основной текст сегодня для проповедь будет 1 Тимофею, 5 глава, 8 стих. «Если же кто о своих, а особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Сразу хочу пояснить для тех, кто захочет возразить, что этот текст относится строго только к земной семье и имеет узкое прикладное значение. В Библии содержится много истин, или принципов, или законов, или заповедей, или утверждений. И в данном контексте все эти слова – синонимы. И нужно отличать, когда эти принципы правомощно использовать в узком смысле, а когда они имеют широкое, проекционное значение. Приведу пример вам. Мы можем увидеть, что в ранней церкви, состоящей из евреев и язычников, была огромная проблема, связанная с традициями в отношении пищи у евреев. Для евреев это было очень ярко выраженное деление на чистую и нечистую пищу. И даже Божье откровение по этому вопросу в Новом Завете не было адекватно воспринято большинством христиан и иудеев. Это мы можем видеть сплошь во всех посланиях. Если помните, в результате Первого Собора Апостола в церкви было написано следующее предписание, касающееся прежде всего верующих из язычников. Деяние 15.28. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови и удовлениния и т.д. Однако в Новом Замете содержится ясное учение о том, что сама по себе пища, любая пища, не приближает и не удаляет нас от Бога. Кушать можно все, если тебя не осуждает совесть. Когда совесть не просвещается истинное учение Писания, она будет апеллировать к старым понятиям, верованиям и традициям. Если верующий не пытается докопаться до истины, довольствуется неглубоким поверхностным богопознанием, у него всегда будут проблемы с совестью». Этот пример я привел для того, чтобы показать, что тогдашнее постановление апостолов имело узкое временное значение, обусловленное культурными особенностями именно ситуации того времени. Однако к сегодняшнему тексту узкое понимание не относится, так как нигде в Библии я не нашел противовеса в виде противоположного утверждения, которое бы ограничивало широту распространения этого принципа. Более того, это утверждение находится в контексте наставления для пастора церкви и относится ко всем семьям верующих. Поэтому это утверждение я хочу рассмотреть применительно к Божьей семье, к церкви. Что же значит «печься» или другими словами «заботиться» о своих и особенно о домашних? Мы знаем, что Божья воля состоит в том, чтобы в семье прежде всего мужчины трудились и обеспечивали свою семью всем необходимым для ее полноценного существования и были духовными лидерами в своей семье. Женщины в семье призваны прежде всего заботиться о семейном очаге, приготовлении насущной пищи, воспитании детей и многие другие вещи. Это как бы не исчерпывающий список, это просто такое, наиболее, наверное, значимое. Забота о семье понятна, понятие весьма такое многогранное и многостороннее. В семье также существует цикл смены поколений, когда вначале родители заботятся о детях, старшие о младших, а потом, когда родители стареют и теряют возможность обеспечивать семью всем необходимым, выросшие дети должны начать сами обеспечивать себя и взять заботу о родителях и о своих детях. И этот цикл повторяется непрерывно. В нормальной семье все члены в меру своих возможностей созидают и поддерживают свою семью. Более-менее подросший ребенок не должен только играться, развлекаться и больше ничего не делать. Ему можно и нужно поручать сначала простую работу, а потом и посложнее. Таким образом, он по мере возможностей поможет всей семье и разгрузит остальных членов церкви для других забот. Это нормально и правильно и угодно Богу, когда каждый член семьи, по мере своего возраста, стил и возможностей, вносит свою пользу на благо всей семьи. Как этот принцип применить к Божьей семье, а в частности к нашей поместной семье под названием церковь Вифлеем? Как вы слышали сегодня, в нашей церкви более 300 человек. И каждый имеет свой уровень познания Бога, Его Слова. У каждого свой уровень послушания и смирения. У каждого свой уровень посвященности и доверия Богу. И каждый на данный момент имеет свой уровень духовного роста или развития. Все мы достаточно разные с одной стороны, но с другой стороны всех нас объединяет вера во Христа и стремление быть Ему угодными. Вот что апостол Павел говорил по поводу единства и разнообразия в жизни членов церкви. Я прочитаю выборочно, потому что по-хорошему можно было бы всю главу прочитать. 1 Коринфянам 12 глава 4 стиха. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. 12 стих. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело. 27 стих. И вы тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудотворения, а также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Какая бы ни была церковь по количеству членов, в одиночку делать любое дело всегда труднее и дольше, и даже опаснее, чем когда есть помощники или команда. Главным мотивом нашего служения в жизни церкви должно быть искреннее желание помочь, быть полезным, стремление созидать, искать мира и всякого добра для церкви. Нас должно быть все больше и больше возрастать желание не бездельничать, не сидеть образно и буквально на задней скамейке, а все больше участвовать в служении и нуждах своей церкви. Если в семье есть нужда или проблема, нормальный зрелый человек не будет равнодушно бездействовать и думать, что пусть другие решают, а я подожду. Пусть те, на ком больше ответственности, этим и занимаются, а мне это зачем? Я им еще могу и пальчиком потыкать, и покритиковать, что они не умеют делать как надо, как правильно, но сам я в это ввязываться не буду. Зачем мне напрягаться, если есть другие члены в семье? Разве это добрый подход? Жизнь показывает, что среди нас есть люди, которые любят покритиковать, но при этом не так много что делают и не так много в чем помогают, или реально готовы что-то сделать и помочь. Скажу так, критика без дел мертва, как и вера без дел мертва. Я не говорю, что критики не должно быть, но она обязательно всегда должна быть конструктивной, тогда она полезна. Иначе она разделяет, дистанцирует, подрывает взаимное уважение, остается пустой и не разрешает проблему, а как правило только ее усугубляет. Если ты видишь проблему, окей, приди, расскажи. Расскажи о своей проблеме и обязательно предложи свое видение, ее решение. А еще лучше предложи самому подвязаться для того, чтобы помочь решить эту проблему. Обычно никто лучше не справляется с проблемой, как тот, кто ее видит яснее других и готов принять личное, активное участие в ее устранении. Так и проблему можно решить и других разгрузить. Вот такой подход, я считаю, добрый, благое и созидательный. У нас также должно быть все больше и больше возрастать желание не брать что-либо от церкви, а отдавать ей. Быть не потребителями, а быть даятелями. И памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал, блаженнее давать, нежели принимать. Деяние 20.35 Это может выражаться в разных формах, но я коротко затрону эту тему на примеры наших материальных пожертвований. Надеюсь, все мы это знаем и правильно понимаем, что все, что у нас есть в этой жизни, все нам даровано Богом. Псалом 126, 1 стих. Когда Бог благословляет нас материально, Он это делает не только лично для нас, но Он ожидает, что мы будем готовы благословить и свою церковную семью, уделив для нее часть из своих доходов. Это также есть проявление реальной заботы и помощи своей церкви. Еще скажу, что степень нашей жертвенности напрямую зависит от нашего доверия Богу или другими словами степени нашей веры. А доверие Богу тесно связано с познанием Его характера, Его сущности. И это не приходит само собой. Этому нужно научиться. И тут нужно научиться быть постоянным и конкретным. И хотя в Новом Завете нигде не учит, Новый Завет нигде не учит о конкретном проценте пожертвований членов церкви, Он учит быть щедрым. 2 Коринфянам 9, 6. Пересем скажу, кто сеет скупо, то скупо и пожнет, а кто сеет щедро, то щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердце, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог. Друзья, если Бог благословил нас конкретным размером заработка, то почему бы не принять для себя такое решение регулярно, добровольно, отделять самоопределенную часть для нужд церкви. Пусть это будет 5% или 10% или еще сколько-то, но чтобы это делать постоянно, чтобы не вышло так, что мы в своих пожертвованиях обкрадываем Бога, как Он об этом как-то сказал своему народу в книге пророка Малахии. Я хочу привести реальный пример из жизни нашей церкви. Я знаю одного человека из нашей церкви, который однажды решил после одного из членских собраний, на котором была показана диаграмма годового дохода и расхода в церкви, жертвовать весь последующий год не обычные для него 10%, а 15%, так как расходы церкви были в полтора раза больше его доходов. И он это выполнил. Правда, он был, видимо, там один такой, потому что в конце года оказалось, что расходы все равно почти настолько же превысили доходы. Но с его стороны это была реальная попытка исправить ту ситуацию. И я знаю, что Бог говорит, что никакой наш труд не тщетен перед Господом. На мой взгляд, это хороший пример, и я бы так сказал, даже достойны подражания. Кстати, так называемая «десятина», упоминаемая в Ветхом Завете, как мне кажется, является очень даже приемлемым и удачным размером для регулярных пожертвований. С одной стороны, это не так критично для нашего личного бюджета, но зато это стабильная и конкретная величина пожертвований для нужд церкви. Братья и сестры, есть еще один такой момент. Так бывает, что в церкви всегда есть члены, которые недовольны тем, как расходуются церковные средства. И в свое несогласие люди решают выразить отказом от пожертвований. Когда-то я сам прошел через такой кризис в нашей церкви. И для этого были объективные причины, но, к счастью, в итоге я не ожесточился. Я глубоко убежден, что это в корне неверное решение. Мы жертвуем не какому-то конкретному руководителю в церкви или церковному совету. Мы жертвуем для всей церкви. Это наша ответственность и обязанность перед всей церковью, которая не должна зависеть от внешних обстоятельств. В конечном счете, этим мы доказываем свою честность и верность Богу. А соответственных за финансы церкви Бог спросит сам. Это уже не наше дело, это Божье право. И вообще, Бог потом спросит с каждого, как он жил, как он служил или не служил в церкви. Как он жертвовал или как он не жертвовал. Как он созидал мир в церкви или как он его разрушал. Бог с каждого из нас строго спросит, по мере тех даров, которые он дал каждому, как мы их употребили для пользы и созидания его тела здесь, на земле. Подводя итог всему вышесказанному, хочу напомнить, что для того, чтобы быть настоящим членом церкви, нужно, несмотря на различные трудности и переживания, сопровождающие жизнь любой церковной семьи, продолжать персонально, лично, каждый, со своей стороны, думать о реальной пользе для нее, пиктись о ее благополучии, любить свою церковь, как свою собственную семью, защищать ее и от внешних нападок, и от внутренних, не опускать руки, не бросать, не отворачиваться, не отступать от правды, но все больше включаться в служение церкви и не только на словах, но и на деле. Как сказал любимый ученик Иисуса Христа апостол Иоанн, «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинным. Только в таком случае мы все вместе сможем достигнуть добрых, созидательных результатов. А когда мы делаем всякое добро для Божьей семьи, мы автоматически это делаем и нашему Господу, и Спасителю, и главе Церкви Иисусу Христу. Ему за все слава и хвала во веки веков. Аминь». Давайте помолимся. Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу город Минск, улица Горецкого, дом 93. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова